Добрый вечер! В прямом эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария в студии Беслана Суидимов и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Кавказские игры пройдут в Нальчике. Сегодня об этом заявлено уже официально на заседании Оргкомитета. Шансы справиться и выйти на свободу. Как работают социальные лифты в колониях и для кого открываются его двери. С чего начинается победа? Тебя мама привезла, чтобы ты на лыжах учился кататься? Нет, автобус. В Предбрусе возрождают горнолыжную школу. Нальчик принимает Кавказские игры 2012. Об этом сегодня заявили в постпредствии СКФО, где состоялось заседание Оргкомитета по проведению спортивного фестиваля. Прошло оно под председательством заместителя полпреда Сулеймана Вагапова. Предваряя разговор, он отметил, что ранее заявленные цели Кавказских игр остаются прежними. Это в первую очередь сохранение традиционной культуры национальных видов спорта, а также укрепление дальнейшего развития добрососедских отношений между народами Северного Кавказа. О чем еще шла речь на заседании в материале нашего специального корреспондента Сафары Гириева. Определение региона проведения третьих кавказских игр было главным вопросом повестки дня сегодняшнего заседания. Кабардино-Балкария изначально считалась основным претендентом на звание хозяина следующего фестиваля. Однако до официального оглашения решения Минспорт-туризма России интрига сохранялась. Прошлогодний форум Карачаева-Черкесии завершился убедительной победой нашей республики. 17 медалей различного достоинства против 13 у КЧР и 11 у Северной Осетии Алании. И вот решение федерального министерства озвучено. Директор департамента Минспорт-туризма России Марина Томилова заявляет, третьи кавказские игры пройдут в Нальчике. Республика сделает все, чтобы провести праздник на самом высоком уровне, отвечает глава Кабардино-Балкарии Арсень Коноков. Приступим в ближайшую неделю. Комитет свой соберем в республике. Я думаю, что и стадион «Спартак», который там мы ни одно мероприятие проводили, и стадион планируем практически к сентябрю месяцу там провести определенную большую работу. Я думаю, что и на площади, площадь Абхазии будет подготовлена у нас в нормальном состоянии. А что составляет культурная часть, вот как было сказано, что там у нас есть летний театр открытый, но 2,5 тысячи посетителей, я думаю, что тоже это организационно сделано. В список спортивных состязаний внесены еще несколько видов. Таким образом, число их станет 18. Соревнования пройдут в течение двух дней. Члены оргкомитета обсудили сегодня и культурную составляющую праздника. Если вдруг так произойдет, что следующая принимающая сторона будет Кабардино-Балкария, то мы готовы принять всех участников, организовать национальные подворья своими даже силами. А гала-концерт, о котором мы говорили, что большой гала-концерт, пожалуйста, все подвезут свои профессиональные коллективы и выступят на заключительном гала-концерте. Участники заседания подчеркнули, фестиваль в новом формате еще полнее представит традицию и культуру народов Кавказа. А проведение игр должно, по их мнению, снять определенную напряженность вокруг национальной проблемы. И еще, регион, принимающий Кавказские игры, получит 100 миллионов рублей. Это бонус в виде поддержки правительства Российской Федерации на строительство новых спортивных объектов. Очень хороший праздник. Я думаю, что мы проведем мероприятие на очень высоком уровне. Я планирую все-таки более подтянуть многие вещи в Кабринобалкаре за счет проведения этого мероприятия. Я хочу там и стадион привести, что в порядок, лошади привели в порядок. И в принципе, те мероприятия, где будут, даже тоже стимулируют для того, чтобы оттолкнуться чуть-чуть, даже эти объекты привести в порядок. Ну а принимать гостей, гостеприимство, это, как говорится, на Кавказе первое дело. Я думаю, чтобы все субъекты приехали и увидели, какие изменения происходят у нас в одной республике. По мнению главы Кабардино-Балкарии, фестиваль Кавказские игры станет в череде праздников этого года яркой страницей в истории республики. Культурно-спортивный форум предполагается провести в Нальчике осенью этого года. Сафар Гириев, Анатолий Дереко, Вести, Кабардино-Балкария. С сегодняшнего дня по всей стране вступает в силу запрет на публикацию в СМИ результатов опросов общественного мнения и прогнозов итогов выборов президента России. Причем речь идет не только о телевидении, газетах, радио, но и интернет-сайтах. Между тем, подготовка к выборам выходит на финишную прямую, в том числе и в Кабардино-Балкарии. В одном только Терском районе к началу голосования уже подготовили 23 избирательных участка. Все они оборудованы камерами видеонаблюдения. Последние уже запущены и работают в режиме онлайн. Обучающие курсы проведены со специалистами. С каждого избирательного участка по два человека пришли обучение, аттестацию. Согласно как пользоваться, что инструкцию по обучению этим видеокамерам, это новое новшество, они все прошли успешно. В настоящий момент участковые комиссии продолжают сверху списков избирателей. Связь держат с представителями Республиканского управления ФМС и районных ЗАГСов. Основная база осталась прежней, но в отдельных населенных пунктах есть изменения. Каждому избирателю уже разосланы предварительные приглашения. Бюллетени уже получены и ждут своего часа, пока еще в сейфе территориальной избирательной комиссии. За два дня до начала выборов их доставить непосредственно на избирательные участки. Сейчас избиркомы занимаются выдачей открепительных удостоверений. Кардинальная модернизация транспортной системы ожидает Северный Кавказ, сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель гендиректора госкорпорации курорта Северного Кавказа Юрий Тартышов. Реконструкция существующих аэропортов и строительство новых, по его словам, необходимы для полноценной работы туристического кластера. Модернизация коснется авиаузлов в Нальчике, Махачкале, Краснодаре, Майкопе, Владикавказе и Минводах. При этом Тартышов подчеркнул, что строительство аэропортов будет рассматриваться не только в туристическом назначении, но и, конечно, с точки зрения иных функций, в том числе укрепление оборонной способности страны и создание хорошего пассажиропотока, сообщила и Тартас. Сегодня в очередной раз в исправительной колонии номер один в селении Каменка решалась дальнейшая судьба нескольких осужденных. Здесь состоялось заседание аттестационной комиссии УФСИН России по КБР по системе социальных лифтов с участием представителей религиозных конфессий. Какие вопросы были рассмотрены и какие решения были приняты по ним, знает Анна Сурхайханова. Предоставление осужденным освобождение условно-досрочного, замена еще не отбытой части наказания на более мягкую или, скажем, перевод на облегченные условия содержания. Все эти вопросы в компетенции аттестационной комиссии УФСИН по Кабардино-Балкарии по системе социальных лифтов. Аттестуют их в первую очередь по 47 признакам. Это соблюдение режима содержания и каждый пункт имеется. Также по психофизической коррекции отношение его к изменению своей личности, как подход человека, что он хочет вернуться в семью. С весны прошлого года именно тогда социальные лифты и начали свою работу. В первой колонии общего режима, селение Каменка, аттестацию прошли все осужденные. К слову, сегодня их 436. Каждые полгода комиссия в составе начальников оперативного отдела, охраны, специалиста по соцработе и обязательно психолога. Внимательно изучают каждое дело спецконтингента. Помочь до конца осознать осужденному свою ошибку тут, как, впрочем, и во всех местах лишения свободы, помогают не только приобщая к труду. Проповеди священнослужителей, как способ дать возможность встать на путь истины, кому, как не им, и маму, и священнику, знать человек иногда меняется. Когда срок у ребят заканчивается, мы многих из них видим в мечетях, мы встречаемся с ним в городе, эти люди женятся, обзаводятся семьями. Это еще особые внутренние переживания, которые никто не может передать и заглянуть в душу другого человека. Виктору Воробьеву до аттестационной комиссии еще рано проходить ее имеют право лишь через полгода пребывания в колонии. Однако, если на воле в храм Воробьев ходил крайне редко, то сейчас он один из самых частых посетителей, потому что верит. С верой мне будет легче жить, допустим, в данном случае в зоне и на воле. По результатам комиссии двоим из пятерых осужденных дали испытательный срок. По делу еще одного направят ходатайство об условно-досрочном освобождении. Формулировку «встал на путь исправления» утвердили четвертому осужденному, а пятый получил зеленый свет на перевод на облегченные условия содержания. Анна Сурхайханова, Адмир Сабанчиев, Вести. Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария теперь будет известна не только своими борцами и легкоатлетками. Будущих олимпийских чемпионов по зимним видам спорта готовят в плейбусе. Существующая здесь горнолыжная школа еще в советские времена считалась одной из лучших в стране. Именно здесь многие прославленные спортсмены впервые встали на лыжи. А сейчас уже подрастает новое поколение. И, как отмечают специалисты, у наших ребят большой потенциал. С ними встретилась наш корреспондент Наталья Булат. Тебя мама привезла, чтобы ты на лыжах учился кататься? Нет, автобус. Алия Алексеев – самый маленький ученик при Эльбрусской горнолыжной школе. Он официально даже не числится малышу всего 3,5. Но Алия уже уверенно стоит на сноу-лыжах и катается наравне со всеми. Сейчас в школе тренируется более 200 подростков. Корпус на месте, а ноги закладывай и ближе лыжки поставь. Тренировки три раза в неделю после учебы в общеобразовательной школе в основном занимаются ребята из поселка Перельбруссия. Редко, когда привозят детей из Тернауза, родителям накладно. Стоимость профессионального комплекта лыж порой доходит до 20 тысяч рублей. Ботинок до 10 тысяч. Позволить купить такое своему ребенку может не каждый родитель. Потому снаряжение в основном в школе передается по наследству. С обеспечением помогает Федерация горнолыжного спорта. Республики она же организовывает участие детей в региональных соревнованиях. В последние годы школа стала объектом повышенного внимания Минспорта КБР в планах не только ее развития, но и строительства профессионального горнолыжного интерната. Нужно, чтобы был отдельный склон, огороженный, чтобы мы могли приехать, чтобы не турист, никто не мешал. Чтобы мы могли. Ну и полотно сейчас требования очень большие. Жесткое полотно там, где нет искусственного снижения и даже серьезные соревнования не проводят. Многие из ребят на лыжах стоят всего пару месяцев, но и они уже смело участвуют в различных соревнованиях. Первой наградой в этом году стал кубок СКФО по горнолыжному спорту среди юниоров. Чтобы правильно ездить, надо вот так согнуть колени. Чтобы не упасть, да? Да. Меня тетя еще учила в три года кататься. В советские годы Прельбрусская горнолыжная школа считалась одной из элитных. Здесь начинали тренироваться мастера международного класса, чемпионы России и Европы. Сегодня у учебного заведения есть все шансы возродить былую славу. Наталья Булат, Муаед Тохов, Вести, Кабардино-Балкария. Посмотрите выпуск вы еще раз можете на нашем сайте вести.кбр.ру. На этом служба информации завершает свою работу. А далее прогноз погоды на завтра. До встречи. Для вас, защитники, весь месяц праздник. С 1 по 29 февраля Ленар Уптик предлагает мужчинам 10% скидку на все товары и услуги. Нальчик, Ногмова, 70. Здравствуйте. В предстоящие сутки на территории республики погода существенно не изменится. Возможные осадки. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. В Зольском районе пасмурно 3 градуса тепла. В горах переменная облачность снегу под Мужельбруса минус 3. Осадки и в Тернаузе. Температура около нуля. В Баксане, Чигеме и Нордкале облачно возможен незначительный снег с дождем. Термометры покажут плюс 2-3. Осадки не исключены и в Прохладницком и Майском районах около 2-3 градусов. Такая же температура и в Терском и Лискенском, но здесь облачно и сухо. В Черевском районе пасмурно, в Кашхатау плюс 2. В Нальчике облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь. На это у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. Все еще ищете спальню? Тогда в салон офис и дом лучше не найдете. А еще у нас матрасы бесплатно.